Слова из Библии. Псалом 33, стих 15. Ищи мира и следуй за ним. Случай из жизни. Так просто простить. Впервые в жизни Анна встречала Новый год в церкви. Это было так необычно и так вдохновляюще. Два месяца назад она всем сердцем обратилась к Богу. И теперь желала только одного – жить со своим Спасителем Иисусом Христом. Ведь Он простил все ее грехи, ничего не требуя взамен. Он принял ее такую, как она есть. Не упрекая за все ее ошибки и беззаконие. Осознание того, что вся ее вина перед Богом прощена, покрыта кровью Христа, принесло Анне огромное облегчение. И все-таки полного внутреннего покоя она так и не получила. И причина этого была ей хорошо известна. Перед глазами Анны возникло лицо ее единственного сына Дениса, ее любимого, дорогого сыночка, с которым Анну уже долгих восемь лет разделяла вполне заурядная, даже нелепая ссора, которую мать с сыном так и не смогли переступить. Денис тогда учился в последнем классе средней школы. Вообще-то, больше виноват был в этой истории именно он. В тот день, готовясь в поход со своими друзьями, Денис складывал необходимые вещи в свой рюкзак. Анна хотела помочь ему в этом. Но он в ответ неожиданно резко нагрубил ей, вспыхнув от гнева. А когда Анна потребовала, чтобы сын попросил у нее прощения, он только презрительно рассмеялся. В пылу ссоры Анна сказала сыну, «Ну все, хватит. Знаешь что, теперь, пока ты не попросишь у меня прощения, я не буду с тобой разговаривать». А сын сгоряча ответил, «Ну и не надо. Я никогда не попрошу у тебя прощения, слышишь? И вполне обойдусь без твоих разговоров». После этого мать с сыном прожили вместе еще пять лет. Но, по сути, они так и не общались между собой все это время. Оба страшно измучились, потому что на самом деле они любили друг друга. Но первым уступать никто из них не хотел. Затем сын Анны женился и со своей супругой переехал в другой город. Позже он со своей семьей, с детьми и женой не раз приезжал навестить мать. Но при этом они так и продолжали свою холодную войну друг с другом, при этом мечтая о прежней близости. Через некоторое время Анна уверовала в Бога, всем сердцем обратилась ко Христу и решила присоединиться к церкви, принять водное крещение. В беседе с Божьим служителем Анна искренне рассказала о своей больной проблеме и попросила у него совета. На что он ответил. «Вот что, дорогая сестра, вы не можете сейчас принять крещение. Сначала вам нужно как можно быстрее примириться с вашим сыном». «Да я и сама этого очень хочу», призналась Анна и удрученно добавила. «Но скажите, как мне быть? Дело в том, что мне совершенно не за что просить у него прощения, потому что в этой истории виноват он, а не я». «А вы и не просите прощения», вдруг сказал служитель. «Просто скажите своему сыну, что вы его очень любите, что соскучились по общению с ним. Ведь это, наверное, так и есть». «Да, конечно!» изумленно воскликнула Анна. «Действительно, я люблю его. И я хочу, чтобы у нас были прежние близкие отношения. Я очень соскучилась по сыну». Анна была просто потрясена. «Такой вариант ей в голову не приходил. Просто сказать сыну, что она по-прежнему любит его». Когда Денис в очередной раз приехал к ней в гости, Анна сразу же решила сказать ему о своей любви к нему. «Оставшись наедине с Денисом, она в трепете произнесла, «Сынок, я так соскучилась по тебе, и мне очень не хватает близости с тобой, потому что я очень, очень люблю тебя». Услышав эти слова, сын разрыдался. Он бросился в объятия матери, а затем, немного успокоившись, сказал, «Мамочка, родная, прости меня за все, ведь это я во всем виноват. Ты знаешь, я сейчас так счастлив. Понимаешь? Больше всего я боялся того, что ты меня уже разлюбила. Разлюбила навсегда». Мать с сыном долго сидели, обнявшись. Они никак не могли прийти в себя от великой радости примирения. Удивляясь тому, что, оказывается, сделать это было совсем нетрудно. Просто нужно сказать родному человеку несколько теплых слов. «Пока ваши близкие рядом Старайтесь им нежность дарить. Своим ободряющим взглядом Их в нужный момент укрепить. Простить их, когда они грубы. Смолчать, когда им тяжело. И в час неприятный и трудный Согреть их сердечным теплом. Пусть Бог благодать и поможет Не пасть нам в земной суете, Но веру живую умножив, Сердца сохранит в доброте. Служите всем ближним собою. Летят жизни временные дни. Спешите к любимым с любовью. Пока еще с вами они. Любовью Божьей можно сдвинуть горы, И каменное сердце растопить. Она смиряет гордых, Тушит ссоры, И может даже мертвых оживить. Любовью открываются все двери, Лишь ею победить возможно зло. И разлетится в прах души неверье, Любви Христа почувствовав тепло. Ни обвинения и ни укоры Измученных грехами не спасут, Сердец упрямых снимет все затворы Любви Христовой терпеливый труд. Любовью открываются все двери, Лишь ею победить возможно зло. И разлетится в прах души неверье, Любви Христа почувствовав тепло. О, пусть текут ее живые реки, И оживляют души вновь и вновь. Все кончится, но не умрет вовеки, В сердцах спасенных Божия любовь. Любовью открываются все двери, Лишь ею победить возможно зло. И разлетится в прах души неверье, Любви Христа почувствовав тепло. Любовью открываются все двери, Лишь ею победить возможно зло. И разлетится в прах души неверье, Любви Христа почувствовав тепло. Любви Христа почувствовав тепло.